продолжаем диалог да ну ладно я первое мне я тебя услышал что там тебе много накидали такого красного белорусы что ты можешь нам сказать прокомментировать чем тем основном пишут ну понимаешь как в основном я я уже говорила когда мы с людой разговаривали да действительно некоторые моменты которые ты затрагиваешь больно слушать да и что вот там мы не нужны и что это это в общем но я не буду сейчас это все говорить это действительно больно и люди которые это слушание сейчас я до конца я немножко скажу а вот и людям действительно это больно и неприятно это но почему я хочу именно чтобы ты говорил ты на моем канале смотри у меня на канале куча народу которые из украины да с разными мнениями что майдан и что за майдан и что за европу шупери европу вот такие вот понимаешь у меня на канале куча белорусов да у которых тоже много мнений а вот а россиян у меня мало и практически есть лишь о чем-то говорим с россиянами то говорим об украине а белоруссии а россии как-то говорим мало а вот а я просто хочу чтобы вот все что происходило эти 30 лет люди должны понять что россия тоже поменялось да и как бы все все как говорится двигается вперед еще я заметила что наши бывшие вот посоветские да они рассуждают категориями как у нас таки у вас как у нас таки у вас как у нас таки понимаешь то есть и у нас такое то и у вас тоже такое вот и они почему-то еще не могут все-таки вот это советское из головы своей выбить да и что мы все что мы одинаковые одинаково развиваемся нет мы стоим на месте даже деградируем а россия развивается да то есть там абсолютно все все меняется да в том числе меняется и мнение людей в том числе меняется политика да если мы думаем что россия не слышит наши русофобские вот эти вот идиотизм этот который в наших в наших странах и республиках процветает но очень сильно ошибаемся все она слышит вот если они если там допустим не не кричат и не комментируют на каждом же бои не в ответ не плюются как мы плюем да в сторону мы я имею понимаешь чем я говорю да не конкретно я эти политики в наших постсоветских странах если лавров не выходит и не говорит сами дураки не плюет в экран это не значит что не слышат это не значит что не корректируют свою политику и свою экономику и прочее понимаешь вот поэтому в принципе твои слова мне очень и очень важны и интересны вот как как россия развивается как что какое место мы занимаем уже да ну вот в российских каких-то проектах в российском будущем да и какой как вы себя видите дальше в какую сторону там вы идете что вы кто вы вы строите империю вы строите просто сильное государство что понимаешь вот и поэтому я тебе даю слово мне очень интересно тебя слушать поэтому я молчу если что я там что-нибудь задам какой-нибудь вопрос может быть а вообще конечно слово тебе да конечно я могу просто знаешь иногда начинаешь издалека чтобы обосновать свою точку зрения и иногда бывает как бы мысль раздвояется можно и туда и туда ее задвинуть и на бывает хочется еще об этом сказать и забываешь поэтому если ты меня где-то будешь тормозить и уточнять это будет для меня тоже важно потому что мыслей много видишь а язык один вот но сначала я хотел бы там посмотрела вот эти все комментарии которые там тебе люди внизу написали меня слышно хорошо да отлично все хорошо и так ну первое первое конечно же смотрю с посмотрел свои выпуски я как бы ими очень недоволен потому что в мозгу у меня а все идет вообще и в раза три лучше и я нахожу нужные слова нужные формулировки а когда говоришь не успеваешь иногда найти нужное слово подбираешь не самое удачное и пошло поехал но я думаю это классика жанра поэтому думаю меня люди простят на вот в мозгах у меня все вообще еще шикарнее вот но иногда так как я не публичный человек и я не занимаюсь вот этим вот все говорили там иногда просто с мужиками что-то перекинемся вот и в этой ситуации у меня нет готовой лекции когда знаешь там каждая пауза уже по секундам отмерена ты знаешь что говоришь может даже спать в момент все равно скажешь что нужно на вот у меня же наоборот происходит онлайн как бы экспронт я начинаю сразу формулировать какие-то внутри головы там какие-то сложные конструкции потом их упрощать чтобы не создавать слишком большую нагрузку и чтобы не не за затормозиться на одной теме потом соответственно все это должен очень корректно высказать и все это онлайн чтобы не получил ее надо лаконично формулировать лаконичность тоже не такой не мое свойство точнее на тренировать я его не тренировал и так по поводу сначала ответов то что было там кто-то сказал что удивился что аналитик удивился что аэс начала приносить деньги белорусская имеется ввиду но дело в том что прибалты кричали на каждом углу что они не будут покупать от электричества они там создавали какие-то там всякие формы там показывали и так далее и вроде они там что-то даже сошлицы хотели сосать с финляндии там у них там шнуров какой-то есть и все думали что в принципе пока у них там жареный петух их в жопу не клюнет они как бы покупать не будут но выяснилось что нормально все покупают поэтому я удивился что так быстро по идее не должны были только где-то всех к середине лета может быть расчухаться они расчухались практически мгновенно это радует так теперь по поводу то что как бы не все что я говорю она с этим люди соглашаются что очень многое спорно и так далее но это мое личное мнение я не являюсь штатным аналитиком это мое ощущение реальности естественно нос и если что говорю там кому-то что-то не нравится ну как бы это очевидно потому что мне не много но дело в том что я говорю если против там того то есть ситуация которая существует в беларуси то куча народа которые говорят за поэтому все равно кто хочет он имеет стерео ощущения то есть они могут посмотреть одну точку зрения нашу точку зрения от меня требует что я прям создавал стереоэффект реальности ну не моя задача там была еще одна девушка написала что слово слайв слав на английское которое обозначает раф рапа но вроде я неправильно его трактовал здесь надо просто пояснить что вообще сама по себе лингвистика это вещь в себе и она в большей степени подразумевает как бы это правильно сформулировать какой-то консенсус авторитета ну в качестве примера например вологде окают соответственно окают на волге в москве акают и поэтому какое-то слово которое производит происходит произносится на о вологодской губернии в москве произносится на а и дальше возникает вопрос как правильно понимаешь здесь получается вопрос дискуссии и как правильно это уже вопрос как бы это сформулировать авторитета того кто принимает решение потому что правильно и о и а и кто-то должен поставить последнюю точку сказать будем писать а потому что противном случае там была большая каша аналогично со всеми основными словами то вы вариантов немерено мне например вещи точнее про определение слова слав как спаве славяне и раб и она как-то ближе мне кажется налоги если они прав но ничего страшного теперь по поводу там кто-то написал что демократия демократии так далее здесь надо отдать должное нашим западным партнером назовем их до империи пи пи они ребята достаточно циничные потому иногда честно то есть сама по себе демократия она нами трактуется не совсем так как она есть на самом деле есть определенная форма подмена подмена понятия потому что дема это народ кратия власть но когда начинаешь разбираться в сути процесса вот эти города греческие города греческие города демократии и города государства то там выясняется много нюансов а мы с тобой знаем нюанс меняет знак папа во первых голосовать могли только граждане а граждане на гражданами не являлись не рабы не там какие-то свободные поселения не дни женщины причем если у тебя там должен быть еще определенный имущественный цензу не знают две коровы там три свиньи и выясняется что по идее люди которые могут голосовать в этом городе их не так много их там буквально может быть процентов 10-15 те которые имели право голосовать и в этой ситуации получается демократия это не власть народа это власть элиты и тогда элитократия было бы правильно но ее подменяют не той трактовкой которая то есть эта власть граждан а граждан не так много если назвать этого гражданин летарем то получается правильно будет элитократия поэтому подменяют типа якобы народная власть и здесь надо еще понимать что на сама по себе демократ те возможно в очень небольшом социуме то есть истинная демократия как мы ее понимаем когда собрались толпа какой-то приняли совместное решение проголосовали они молодцы так вот социологи обратили внимание что такая демократия возможно когда количество индивидуума где-то порядка 36 вот если их больше начинаются разбиваться на группы появляются лидеры и пошла уже совсем другая история то есть чистая демократия незамутненно это маленький колхоз размером 36 человек все все остальное это уже симулятор так теперь здесь кто-то написал что никогда белоруссию не бросит потому что нато зайдет и это соответственно там делают позиционный район на территории белоруссии это прям жопа жопа все я вам хочу сказать что позиционный район в районе белоруссии это полка двух концов потому что если вы ударные средства размещаете на белорусской территории то практически вы ставите под удар тактическому вооружению если кто-то нажмет кнопку быстрее то все эти ударные ваши возможности будут уничтожены буквально в течение нескольких минут то есть расставлять ударные возможности рядом со средствами их поражения это как бы не очень хорошо в этой ситуации не обязательно чтобы надо заходила на территорию белоруссии нас вполне устроить если беларусь будет независимая такая страна которая ни нашим не вашими и в принципе вот такой небольшой кордон и ради бога поэтому никакого такого резкого обстановки если беларусь и выйдет из-под нашего влияния а даже подойдет под влияние нато не произойдет есть конечно нюансы но надо понимать что все таки в половину белоруссии за россию и поэтому когда наши западные партнер начнут что-то размещать у них есть риски что они могут это потерять даже без учета каких-то военных действий просто за счет партизанских диверсионных назовем их диверсионных действий которые какая-то там не знаете физическая группировка огневой картошки подорвала все их установки но это так такая шутка теперь по поводу белорусы вот пишут там безнадега после моих вот этих всех речей безнадега и все остальное прочее вы знаете я не думаю что это именно безнадега почему потому что во первых я не президент россии это мое личное мнение поэтому она не является моим мнением от конечно суть в том что я раз рассуждаю с точки зрения экономической эффективности и с точки зрения тех возможностей которые у нас есть но над этими возможностями есть еще какие-то стратегические цели которых я могу не знать вот в качестве примера там для экономики например в экономике бывают ресурсы которые генерируют отрицательные отрицательную доходность они не просто ничего не Они вообще генерируют орицательную доходность. Их покупают за те деньги, которые они, на первый взгляд, вообще не стоят никогда. Ну, например, регистратор при корпоративных войнах, при рейдерских захватах, регистратор это структура, которая занимается регистрацией ценных бумаг, переходом, введением реестров и так далее, и так далее, и так далее. По большому счету, эта структура не приносит денег. У нее очень небольшие финансовые потоки, это обслуживание акционеров, какие-то копеи. Но, когда начинается большая битва между какими-то олигархическими структурами, то этот регистратор на пути рейдерского захвата. И тогда стоимость этого регистратора может вырастать в разы. Почему? Потому что, если ты отбиваешь актив, который стоит, не знаю, миллиард долларов, то ты легко заплатишь за этот регистратор, там даже 5-10, хотя у него в месяц будет 1200 долларов. Но ты заплатишь значительно больше, только по той причине, что эта структура позволяет тебе отбить свой бизнес стоимостью в миллиард. Поэтому здесь я бы не хотел, чтобы у кого-то получилась какая-то безнадежная ситуация. Потому что я не президент, и я не могу знать всей ситуации с точки зрения экономики вот так, а как там примут решение. Но все равно во всей ситуации для Беларуси, самая, я думаю, отрицательная вещь, в том числе и для Украины, то, что наличие вот этих вот майданутых и кастрюль-головых, которые верят в сказки, это тот актив, который токсичен. И который, если взять, ну, инфильтровать эту страну в свою структуру, вот этот актив, он будет вечно недоволен, потому что у него всегда будет иллюзия, что они проспали какую-то сладкую сказку и попали туда, где они получают в два раза меньше, чем могли бы им там подарить. Понимаете, вот этот актив, вот с ним как бороться, может быть, будут какие-то психологические, там, определенные мероприятия, там, много чего можно придумать, но возможно, что они и позволят его резко снизить. На сто процентов его снизить невозможно. Всегда есть недовольные, всегда кажется, что они наследники графа, просто, ну, так получилось, что обосрались. И основная масса, наверное, ее можно будет переформатировать. Поэтому я... ...упадничать к моим словам, потому что я не президент. Теперь по поводу еще, все-таки есть такой нюанс, который тоже хотелось бы поднять. Дело в том, что у многих вот этих стран, которые так или иначе от нас зависели и сейчас хотят вернуться, есть настроение о том, что, вы знаете, ну вот мы маленькие, мы ничего сделать не можем, но вы придите нам, сделайте, и нам будет хорошо. Я вот с армянином разговаривали, и, в принципе, с всеми там разговариваешь, ну мы же маленькие, ну мы же ничего, ну что мы можем сделать? Ничего мы сделать не можем. Здесь как-то раз у меня там были рабочие, один из них был с Украины, с Донецка. Парень такой, знаешь, хитровыделанный, и я ему спрашиваю, слушай, ну ты вот с Донецка как там, чего? Он говорит, да, мы взяли, уехали, там все-все. Он говорит, ну ты же здоровый парень такой, там твои могилы предков, там дух предков, ты там прожил всю жизнь. Он говорит, ну что, я же не военный, что я буду воевать? Ну пусть военные воюют. Понимаешь, вот эта вот позиция, она уже такая вот компрадорская немножечко. Можно ли что-то сделать? Честно говоря, можно. Почему? Ну так вот я просто на вскидку подумал, что можно сделать даже на таком бытовом уровне, не сильно рискуя семьей и всем остальным прочим. Украинцы просто. Первое. Надо понимать, что вот эти маленькие протестные проявления, они консолидируют не только в вас, то есть они дают вам уверенность в себе, но они позволяют и оккупационной власти, назовем ее в принципе так, они позволяют начинать немножко приседать и оглядываться. Первое, что понятно, что нельзя назвать себя русскими, это как бы уже токсично. Но с другой стороны, вы можете назвать себя русинами. А русины это как бы коренной этнос этой территории. В качестве примера, когда Тараса Шевченко в каком-то журнале еще там, когда он написал там свои стихи, где-то ему там хвалебную статью на него написали, там написали, что вот Тарас Шевченко, великий украинский поэт. Он обиделся, написал опровержение. Он пишет, я не украинский поэт, я русин, украинец, предатель веры отцов. Почему он это написал? Потому что на тот момент вся вот эта Малороссия, Новороссия и Ижи с ними, они знали эту историю, когда австрияки начали родную Украину. И у них же там первый конструкционный лагерь в Австрии был, куда русин отправляли. И как он, Хандрхоф, не помню, какой это он, Хандрхоф, какое-то у меня такое название, сейчас в голову не приходит. И там же сама история развивалась следующим образом. Если ты признаешь себя русином, то тебя отправляют в концлагерь. А если ты признаешь себя украинцем, то имущество тех, кого отправили в концлагерь, дают тебе. И понимаешь, и сразу началось вот на этом вот разделение этноса. Часть сбежали на восток, часть попали в концлагерь, часть были, в общем-то, замучены. А те, кто остались и согласились называть себя украинцем, те стали богаче. И, в принципе, Малороссия и Новороссия об этом знали. Для них это были события вот прям ближайшие. Поэтому отношение к украинцам, которые себя называли тогда, было вот такое. И Лесия Украинка, которая сейчас Лесия Украинка, она тоже себя называла русинкой. Поэтому назвать себя на Украине русинками, я только называл себя русином, и Лесия Украинка, еще куча народов. А дальше уже, вот вы назвали себя русиной, вот уже небольшой протест. К вам прицепиться никак невозможно. Но с другой стороны, и есть оправдание очень простое. Но если у меня бабушка русинка, я дедушка русин, папа русин, мама русин, я-то с какого перепуга буду украинцем. Украинец это пока еще новая национальность, у нее не такие большие корни. Первое, да, вот можно даже хотя бы на это зацепиться. У нас даже в Молдавии пословица была, знаешь, мама рус, папа рус, а Иван, а Иван Молдаван. Понимаешь, это классика. Но здесь можно зацепиться. Такой маленький протест, к нему не прицепиться, но можно за него цепиться. Это вполне в русле каждого человека. Потом, знаешь, вот дело в том, что для всех, кто против, но сидит в засаде, скажем так, для него важно понимать, что он не один. Как это можно сделать? Тоже достаточно просто. Ну, взять какой-нибудь мэм. Ну, я, например, предлагаю, вот так вот подумал. Есть, знаешь, этот фильм детский, старый, «Невловимые мстители». Да. Ну, начали крутить везде, в машине, там, не уловимые, эти песни, там же они все известны. Хорошие песни, все, детский фильм, что страшно. Где-нибудь на заборе НУ написали, это НМ. Понимаешь, тут НМ, тут НМ, тут НМ, тут НМ. Народ идет, уже смотрит, ага, здесь НМ. Маленькие там даже распечатаны, да не надо отпечатать, чтобы в компьютере ничего не осталось. От руки, понимаешь, тут, 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 и народ уже начнет немножечко объединяться. Это абсолютно не, ты же не пишешь там «России», ты не пишешь там «Звезду». НМ что такое? Новый там магазин. Все, что угодно можно придумать. Но все знают, что «Неловимые мстители», понимаешь? И вот так, вот так, тут где-то фильм прозвучал, здесь музыка прозвучала, здесь и вот эти все буковки везде написаны на каждом заборе. И все, и начинается консолидация. Потом надо все-таки еще понимать, что вот эти вот все ребята, нацики, они ребята-то трусоватые. Вот помнишь, у тебя был такой упор, что там такое с этим крысеныш, который там хотел выкопать твоих родственников, он все выяснял, я тебя приду, я там выкопаю. Во-первых, для него, конечно, грустная информация, что вообще вся информация по Украине, вся пишется, архивируется. То есть он уже где надо, он уже есть. А вот, если ты добрый человек, это, конечно, не сделаешь, а если ты нормальный, то вот то, что он тебе там наговорил, кинуть в Италию, и все, в ЕС его уже не возьмут никогда. То есть ему он будет пингаль получать и будет сидеть в своем этом зажопинске до потери пульса. Но здесь главное другое. Понимаешь, вот он показал, какие реальные эти нацисты. То есть, знаешь, когда рассказываешь про Бендера, я говорю, да и таких уже нету, да они там подонки, да эти уже все там, они сгнили, эти все нормальные. Ребята, вот он. Она вся в нем оказалась. И для него это нормально. Пойти выкопать где-то трупы, чтобы кому-то досадить. Этот, знаешь, с крысячими глазками-то мужчина. И когда вот я начинаю с кем-то обсуждать, знаешь, есть такой мем, там, распятый мальчик, распятый мальчик. Я говорю, а что это такое? Ну, вот там, типа, эти ополченцы там рассказывали сказки. А я-то знаю там другие сказки. И они очень хреновые для высушительников. А вот они, распятый мальчик, это все хрень, это они сами придумали, там, тетка какая-то сказала, сама обосралась. Я говорю, ребята, а давайте мы исходим, как вы аргументируете это? Ну как, нету ни видео, ничего, ни свидетелей. Я говорю, ребята, в Великой Отечественной войне 99,9% преступлений не фиксировались, ни видео, ни фото. И свидетели, возможно, уже умерли. Но это же не значит, что их не было. Давайте исходить из другого. Распятый мальчик был эпопеей с кем? С бандеровцами? Так для бандерцев это нормально. То есть, понимаете, если для них герой бандера, а потом вы почитаете, что они делали там в лесах, и в Полессе, и, наверное, в Белоруссии, и у полищуков, что они делают? Полищуки их же тоже ненавидят, и тоже это украинская местность. Что они там творили со своими людьми, то распятый мальчик, это даже совсем не верх садизма. То есть, к сожалению, мы делаем логическую цепочку. Если бандератцы зашли, и бандератцы дальше общаются с мирным населением, то нормальный распятый мальчик для них норма. А то, что нет фотографий, ну, значит, не повезло. Точнее, им повезло. Понимаешь? Это первое. И вот когда начинаешь вот таким вот образом оценивать ситуацию, то здесь понимаешь, что есть еще и шанс переформатировать основную массу украинцев. Каким образом? Вот когда говорила твоя вот эта вот дама, которая в Донецке ездила, и она там говорит, что я знаю такое, знаю такое, все знают такое. А что для этого сделать? Понятно, что там, по-моему, Следственный комитет, он собирает какие-то вот эти вот показания, там еще, еще чего-то. А вот если сделать... Людей, которые реально что-то знали, вот знаешь, видят, буквально 10 минут, там бабушка такая, я там оттуда, оттуда. Люди же видят, что это артист, или это говорится от души. Там есть энергетика, которую не спрячешь. И потом, если она говорит, я бабушка там не знаю Широкова, ее все знают, то обмануть людей будет сложно. А если она скажет, я бабушка Широкова, а там сидят эти все, да у нас такой бабки никогда не было. Понимаешь, здесь уже будет сложно сделать фальсификацию. И вот когда там выходит кто-то, вот я лично был свидетель, и начинает рассказывать, что хоть не жалея, абсолютно честно, со слезами, с соплями, со всеми делами. То есть, потому что эмоциональный настрой, это будет просто, знаешь, вот такой антибиотик для очень многих. Потому что там же, я понимаю, на Украине до сих пор многие думают, что стреляют русские, потом сами донбассята стреляют сами в себя, а всем рассказывают, что это вот такие подонки-высоушники. А там истории есть такие, что там мужики будут реветь в голос. Ну ладно, это вот к вопросу о том, что можно сделать. В принципе, ты знаешь, вот именно блогеры этими и занимаются. У меня тоже есть много рассказов, которые, ну такие вот, кому лица закрывают, а кто с открытыми лицами рассказывает. Вот, и еще я почему все время хочу, чтобы было побольше донецких блогеров, ну оттуда тех людей, понимаешь? Вот они как раз и ведут вот эти все, как говорится, разговоры, рассказы, и это уже задокументировано, понимаешь? И вот мне все время, я их поддерживаю, как только нахожу какой-то человек оттуда, да, я всегда поддерживаю, и не важно, какая харизма, не харизма, а главное, чтобы говорил, и чтобы слышали, понимаешь? Кому надо тут услышать? Ну вот, я об этом имею в виду. Наверное, это надо порекомендовать этим ЛДНР, ДНР, то есть создать вот такое, вы знаешь, у этих балбесов есть, как там называется эта книга-то, как она называется у них, где они там все записи-то про всех, кто антиукраинская, не помню, как, что-то они создали такой сайт. Миротворец. А, Миротворец. Да, Миротворец. Так вот, надо сделать же аналогичный сайт, но именно показания людей. Есть такое? Что-то есть наподобие, как он называется, я забыла, я забыла, ну, не важно, в общем, по-моему, что-то есть. И вот, сколько я разговариваю с Донецким, они говорят, у нас все задокументировано, все запротоколировано, все, говорит, этим занимаются их внутренние вот эти вот милиции, или как они там называются, говорит, все, все, буквально, ну, в общем-то, все есть, все документы там не отмажешься. Как в Донецке говорят, мы со своим придем, мы, говорит, придем и спросим. Слушай, это все прекрасно, но надо понимать, что это больше для следствия. А здесь надо вот эта вот антипропаганда на уровне эмоций. Потому что следственные действия, они, конечно, подразумевают, там специально задают вопрос, там много чего, там все делают правильно. Ну, да, да, я понимаю тебя. В национальном уровне не проходит по-другому. А когда сидит там мать какого-нибудь ребенка, которая там рыдает и рассказывает, последовательно, какие-то эмоциональные вещи, как она там собирала, там еще что-то, еще что-то, знаешь, здесь будет такой пробой по башке. А вот, может быть, вот что-то подобное надо создать, но я не знаю. А я немножко с тобой, ну, не то, что поспорю, но вспомни, когда бомбежка была, вот эта горловская Мадонна, помнишь, когда женщина с оторванными ногами, да, вот это вот все с ребенком. Сколько комментариев украинцев под ней было, я просто, понимаешь, мне просто дурно становилось, что они писали, они смотрели, они это видели, понимаешь, эту картинку, потому что я на нее без слез вообще смотреть не могу, это на меня произвел такое впечатление, что мне все равно снится, понимаешь, это же как в прямом эфире было, как вот это все, что они там писали, самка Колорадо и прочее, прочее, понимаешь, вот я черт его знает, что с ними делать, я не понимаю, что с ними происходит вообще. Да. Ну, для них грустная информация, что первое, все, конечно, фиксируется, за все придется отвечать, и здесь вот просто могу рассказать такую интересную вещь, где-то в 2010 году, там есть о чем задуматься, ребятам, те, которые сейчас находятся со стороны бандерлогов. В 2010 году, большой город в России, мужик, там лет по 65, крупный предприниматель, все в жизни хорошо. Вышел из офиса, май месяц, середина, птички поют, травка зеленеет, солнышко пригревает, делать ему нехрен, потому что он председатель директоров, ему платят деньги, вот он владелец крупной там сети чего-то, с деньгами все хорошо, дети устроены, внуки уже пошли, то есть жизнь наладилась, он просто ему делать скучно, в офисе он вышел посидеть на лавочке в сквере. Мимо проходит бомж, какой-то там обосравшийся, обоссавшийся. Прошел, там рабочие недалеко, где клали этот, тротуарную плитку. Подошел, взял такой булыжник серьезный, подошел к этому мужику сзади и проломил ему голову. И как бы все подумали, пху, наверное, какой-то заказуха. Но посмотрели, у него никаких конфликтов нет, ни с законом, ни с кем, все хорошо, проломили голову, тот пролежал там три дня в коме и умер. Начинают разбираться, бомж молчал, молчал, потом сказал. И он рассказывает, что в девяносто первом году я там заложил квартиру, и мы всей семьей удержали ларек и продавали чего-то. А вот этот мужик лысый, которого он долбанул, был бригадиром какой-то банформирования. Они ему дали какой-то товар, потом сами же его свистнули, там типа ограбили, его поставили на счетчик. У того, соответственно, квартиры нет, жена ушла, парень там стал наркоманом, спился, погиб, дочь куда-то пропала, непонятно, родители старые на фоне этого всего, инфаркт туда-сюда, все. Не помню точно, встречает этого мужика и видит, что у того все хорошо. И, недолго думая, пробивает ему голову. И ты знаешь, у какого огромного числа народа, ну, большого числа народа, которые пережили 90-е как раз с той стороны баррикад, вспотела спина. Почему? Потому что по закону у тебя 10 лет, а по человеческому закону срока нет. И ты не знаешь, кому ты нагадил, в каком он состоянии психики и где он у тебя встретит. Это к чему? Что вот эти вот все ребята, которые там, СБУшники там бегают, потом это бандерлоги все, правый сектор, синий сектор, там, левый и так далее. Они же все находятся на людях, они все знают. И у кого какая ситуация, кому они там нагадили, они огромному количеству народа. И кто потом, когда ты будешь в хорошем расположении духа, кто подойдет к тебе сзади? Охрен его знает. Кстати, в качестве, скажут, да это невероятно, да вот хрена ли бы. Потому что, например, есть такая история, когда во время Второй мировой войны бригада Кавпака где-то прошла в районе Херсона или по Кадессе, подходил какой-то партизанский отряд большой, у них там чуть ли не дивизия, даже больше. Вот они заняли какой-то маленький городок, взяли там немецкую комендатуру, полицаи всех там на площади, ну и дальше что с ними делать? Ну говорят, слушайте, ну давайте по справедливости, вот народ здесь знает, что вы творили, мы их оставляем, завтра приходим и разбираемся. Приходят на утро, значит немцы все живы, а все полицаи подраны в клочья, причем реально, их там драли прям вот в смерть. Ну они походили, да, походили, немцев, ну что немцев оставлять нельзя, их тоже расстреляли. Ну их расстреляли как воинов, да там, перед, по стенке. А вот, ну я прочитал как-то, ну да, в общем, все равно народ не обманешь, все все знают. А потом читал про эту же историю, у кого-то воспоминания, кто-то там из каких-то партизан случайно писал, что такая же история была, он помнит ее. И он пишет там маленькую, знаешь, из 10 страниц текста, там одна строчка, которая кардинально все меняет. И он говорит, одного из полицаев хоронила жена, и она орала, а чего же вы с ним здоровались, чего же вы ему там руки сжали, чего же вы там ему там в глаза заглядывали, а тут вы его порвали в клочья. Это я к чему? Что если вам сейчас заглядывают в глаза, с вами здороваются, узнают, как у вас здоровик. Наши не получится, как в этом городке. Поэтому здесь ребята должны напрячься. Куда бежать-то будут? Бежать, честно говоря, так некуда. Европа, если посыпется, все, бежать некуда. Бегать только по кругу, пока не спотерешь. И в Европу-то не пустят. Они все на карандаше, и в Европу их не пустят. Европе мало, что ли, здесь своих радикальных? И так уже их здесь отлавливают. да, да. Так что там очень грузная у них история. Они должны об этом задуматься. Это им сейчас кажется, что они на коне. Хотя конь-то уже дохлый, уже у него и скачет плохо, и пердит мощно. И что еще я хотел здесь сказать? Там что-то про Россию, про Китай хотели. Слушай, давай на секундочку остановимся, перезапустимся. Одну секунду. Подожди, подожди. Одну секундочку. Я остановлюсь. Да, я остановлю запись сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. подожди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...